Асер не самый заметный игрок на рынке смартфонов, но тем не менее продолжает из года в год выпускать все новые и новые модели, некоторые из которых пользуются популярностью благодаря правильной цене, поэтому пройти мимо их стенда мы просто не могли. На стенде обнаружилось три с половиной новиночки, флагман Liquid J2, два близнеца из ларца Liquid Zest из S4G и обновление хорошо известной модели Z630 с индексом S. Acer хоть и не премиум бренд, но в дизайне всех своих устройств используют фишечки-якорьки, которые кочуют из смартфонов в смартфон и по которым безошибочно можно определить тайванские телефончики, сеточки динамики а-ля душек и красная полосочка. Вот например в Jade 2 сеточки нет, зато есть красная полосочка по периметру пластикового корпуса, с фактурным пластиком, с практически минимальной толщиной по краям и не самыми удобными кнопками регулировки громкости и включения которые сбиты в кучу, разъем для зарядки и аксессуаров новомодный Type-C. В общем выглядит Jade 2 как флагман из 2014-го, тонкий, пластиковый и при этом неразборный, и с 2016-го тут лишь слегка скругленные грани защитного стекла. Выглядит смарт приятно, но простовато, видимо все ресурсы были направлены не на дизайн, а на мощную начинку и она тут есть. Но для начала о дисплее, он тут супер амолед, с диагональю 5,5 дюймов и разрешением Full HD, несмотря на размер пентайл практически незаметен, да и вообще экран оставил только положительные эмоции. Еще и прикрыт четвертый Gorilla Glass. А вот теперь к внутренностям. Тут установлен почти флагманский 6 ядерный 808 Snapdragon. 3 гига оперативки, чего для 1080p с головой. Батареи в 3000 мАч точно должно хватать на уверенный день работы. Android версии 6.0, если чем и прикрыт, то это практически незаметно, выглядит как голенький. Камера понятное дело две штуки, основная аж на 21 мегапиксель с записью 4К видео, фронталка 8 мегапикселей и с углом обзора 84 градуса. Кстати, изначально этот смартфон был представлен на виндоусе и только сейчас перекочевал и на андроид. А, ну и да, ни в России, ни в Украине его продавать не будут, видимо цена получается не очень. А вот этих двух малышей обязательно привезут. Бюджетники ж. И основное, чем они выделяются, конечно, не дизайн, который откровенно простенький, а то, что заметно сразу после включения. Тут установлен практически голенький андроид 6.0 маршмеллоу. Это я так сходу об Liquid Zest и Zest 4G. Внешне они идентичны и ничем особо не примечательны. Бюджетники с 5-дюймовыми HD IPS дисплеями без воздушной прослойки, что в дешевых смартфонах все еще редкость. По внутренностям же отличия имеются. У обычной версии процессор MT6580, 1 гига оперативки и 8 встроенный. У блатной 4G, MTK6735 и удвоенный объем как оперативной, так и постоянной памяти. Что там с батарейкой непонятно, но вряд ли что-то прям феноменальное, как и с камерами. Основная и там и там на 8 мегапикселей, фронтальная на 5. Z630S это не новинка, смартфон из немного подзабытого, но некогда популярного жанра бюджетных лопаток. Выделить тут можно не самое плохое железо, аж 3 гига ОЗУ, батарейку на 4000 мАч и премиальную такую богатую депутатскую золотую душевую сеточку. Это не прям новинка, а обновление 630-го, с более мощным процессором MTK6753, да с обещанием от Ассор обновить андроид до 6-й версии, тут пока 5-й. А мы же вам обещаем и дальше рассказывать о новинках МВЦ, а вы нам взамен лайки, окей? Не забывайте про лайки, ребят, и про подписку.